...хищник с соответствующим аппетитом. Никакой обед не покажется королю джунгли слишком плотным. Но одна популяция львов особенно опасна. Нубийские львы из Кении не особенно отличаются от других львов. Это жестокие охотники. И искусные убийцы. Но выглядят они по-другому. У них более темная шерсть. У самцов характерная короткая грива. И да, они любят человеческую плоть. Известно, что в 1898 году на востоке Африки два нубийских льва съели 135 работников железной дороги. 135 работников железной дороги было съедено двумя нубийскими львами всего за 9 месяцев. Сегодня львов-людоедов можно увидеть в экспозиции Чикагского музея Минифилда, где с гордостью выставляют сохранившиеся останки львов по кличке «Призрак» и «Тьма». Изначально считалось, что этот мясной пир, устроенный кошачьими, событие случайное. Но около ста лет спустя все повторилось вновь. В 1991 году нубийский лев-убийца сажал шестерых человек в долине реки Луангва в Замбии. Одни считают, что любовь нубийских львов к людям вызвана высоким уровнем тестостерона. Другие полагают, что в 1898 году у одного льва болел зуб. И это побудило животных превратить близлежащий лагерь рабочих в легко доступную кладовую. Одно ясно наверняка. Нубийские львы из Кении – настоящие людоеды, что подтверждено и проверено. Субтитры создавал DimaTorzok